Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Игорь и вы на канале Moros Hunt. Уже больше года я обещаю одному из своих самых первых подписчиков сделать обзор на махокрылы или спиннеры, как называют американцы. Ну и вот наконец-то я собрался с мыслями. Сегодня мы с вами поговорим о моторизованных, машущих крыльями утках. В конце 80-х годов, в начале 90-х, компания Mojo впервые представила на рынке спиннер. И это совершило в определенном роде революцию в охоте на утку с чучелами. В настоящее время довольно трудно представить себе серьезных охотников, которые бы не использовали спиннеры в своей охоте. Однако, существует очень много различных толков и споров на предмет их эффективности. И люди зачастую говорят о том, что бывают ситуации, когда они прям вредят. Вот и о всем об этом я хочу поговорить с вами в отдельном ролике, который так и назовем, скажем, стратегии использования махокрылов. В частности, мы поговорим, какое количество махокрылов нужно, какие махокрылы нужны, какие приемы по их установке, когда, в какое время суток, в какое время сезон их использовать. И как избежать ситуации, когда они могут вам реально навредить. Но опять-таки, повторюсь, мы будем говорить об этом в другом ролике. Сегодня мы просто с вами рассмотрим базовые модели, которые существуют, проведем определенные сравнения. И для тех начинающих охотников, которые планируют сколько-нибудь более-менее серьезно заниматься охотой на утку с чучелами, я бы все-таки рекомендовал задуматься о приобретении вот таких устройств. Значит, если мы говорим с вами о спиннерах или махокрылах, то их существует, в принципе, несколько основных базовых видов. Вот это классика. То есть, это такая утка, которая садится как бы на воду, ставится на шесте, является универсальной. Их можно использовать и на воде, и в поле. Существуют плавающие модели. То есть, там такая большая плавающая база с большим противовесом. Утка установлена на поплавке, и как бы она плавает среди ваших чучел и также машет крыльями. Существуют также чисто механические, то есть, чучела, в которых вращение крыльев приводится за счет действия ветра. Они гораздо дешевле, но при этом они лишают вас определенной мобильности и гибкости в их использовании, потому что вы будете строго зависеть от силы ветра и его наличия, что, на мой взгляд, не всегда удобно. Также существуют еще определенные такие, я забыл, как они называются, в частности, компания Моджи выпускает такие небольшие шайбы, на которых стоят такие вращающиеся перышки, которые можно разместить среди ваших чучал. Они будут выполнять ту же самую функцию. Ну и в самое последнее время уже появились такие самые навороченные модели, которые могут не только вращать крыльями, но и прямо делать взмахи крыльями, как настоящая птица. Но это уже совсем дорогие вещи, и, на мой взгляд, они не очень-то и нужны. На чем основана работа? Собственно говоря, что они делают, для чего они нужны? Друзья, бывают такие ситуации, когда вы охотитесь на утку и используете только чучела и манок, что вашу присаду довольно трудно увидеть с расстояния. Вот приведу простой пример. Это, по-моему, пару лет назад мы охотились в Тверской области. Был такой пасмурный день, немножко моросил дождь, и недалеко от нас ходила лодка с охотинспекторами. Они проходили от нас где-то в 50 метрах, и нас не видели. Потом они отошли метров на 300, по-моему, а мы в этот момент обедали, и наши махокрыла были выключены. Ну вот, я ради интереса включил махокрыла, они нас тут же заметили, подъехали к нам, проверили документы, мы с ними мило пообщались, но они нам сказали, ребята, мы вас абсолютно не видели. Ни присаду вашу, ни вашу маскировку, мы вас не замечали, пока вы не включили махокрыла. Вот, по большому счету, так они работают. Состоянное мерцание крыльев, это такой эффект стробоскопа, и, в свою очередь, его видно очень издалека. Что они имитируют? Они имитируют либо садящихся на воду уток, либо, если вот тут я попробую где-то подложить видео, если мы посмотрим на натуральную стаю уток, которые находятся на воде, во-первых, они находятся в постоянном движении, и это свойственно всем водоплавающим, уткам и гусям, они постоянно как-то так привстают и делают взмахи крыльями. Не знаю, для чего они это делают, то ли переукладывают перо, то ли сушат крылья, не знаю, но это происходит постоянно. И таким образом, большая присада уток, в постоянном движении, издалека постоянно создают такие светлые всполохи крыльев. Вот именно на этом построена работа махокрылов. Их основная задача, с большого расстояния, привлечь утку в вашу сторону, подтянуть, потому что не всегда удается встать с присады именно точно на пути пролета уток. То есть, как правило, они могут пролетать там и в 100, и в 50 метрах, что далеко для уверенного выстрела. Вам необходимо так или иначе утку подтянуть к себе. А дальше уже вопрос, как вы будете монетмонком, как у вас расстановлена, поставлена присада, вы можете ее либо посадить, либо, по крайней мере, произвести уверенный выстрел на нормальной дистанции. В настоящее время, ввиду своей популярности, махокрылов производятся в огромном количестве, и производителей просто несчетное множество. Их делают, как и в Штатах, их делают в Китае. Огромное количество самоделок, весьма удачный. Как вы понимаете, принцип работы очень простой, и люди, у которых руки растут из правильного места, вполне в состоянии сделать весьма удачные модели. Но я сегодня поговорю буквально о двух производителях, которые наиболее представлены у нас на рынке, и самые известные. Это Mojo. Вот у меня стоят две утки, которые остались у меня, все остальные вышли из строя. Это Mojo. И я вот совсем недавно приобрел самую топовую модель от компании Lucky Duck. Это HDI. Буковка I как раз означает, что это полностью водонепроницаемое чучело. И вот сегодня мы проведем такое некое сравнение. Я расскажу о всех недостатках и особенностях, на которые следует обратить внимание при покупке. И после этого мы сделаем такой анбоксинг Lucky Duck, и посмотрим, что можно купить за 16 с лишним тысяч рублей. Итак, начнем мы все-таки с Mojo. Вот это у меня самая классическая модель Mojo в виде самки и утки. А это у них селезень, которая называется Mojo Baby. В принципе, разницы между ними практически никакой нет. И все изобилие, которое можно найти в каталоге Mojo, в основном относится к тому, что представлены различные виды уток. Это и черки, и нырки, и шилохвости, и все что угодно. А также зависит от комплектации. То есть, чем снабжены они аккумуляторами, либо же это работает на батарейках, есть ли у них пункт дистанционного управления или нет. Ну и так далее, и так далее. У Mojo еще есть элитная серия, как так и называется, элит. Вот. Но опять-таки, вопрос больше комплектации и качества изготовления самого, скажем, корпуса. Значит, я эксплуатирую вот эти конкретно махокрылые уже больше 4 лет. Накопился довольно большой опыт. И я бы хотел вам, прежде всего, сконцентрировать ваше внимание на определенных недостатках вот этих вот моделей от компании Mojo. Ну, прежде всего, друзья, значит, самый главный работающий элемент, вот это крыло, вот оно тонет. Это вроде так просто, но это большущий недостаток. То есть, если вы где-то в темноте неправильно вставили крылышко, потом его зацепили, оно очень быстро тонет. Поймать, конечно, можно, но оно уйдет на дно. И это все закончится тем, что вы по шее в воде будете его доставать. Второй момент. Сам корпус, ут, также, он тонет. То есть, здесь нет никакой пены. То есть, если я вам рекомендую, если вы будете выбирать какие-то махокрылые, обращайте на это внимание. Желательно, чтобы они были с положительной плавучестью, потому что, ну, очень часто они падают. Такое случается. И прежде всего, это будет зависеть от стойки. И вот, ребята, у Mojo вот это прямо кошмар. Вот они комплектуются вот такими стойками. Это я не знаю, кто это придумал. Это вот просто, еще раз повторюсь, кошмар. Прежде всего, она очень плохо собирается. То есть, это, ее собрать в нормальном состоянии довольно сложно. А если это все замерзло, все это мокрое, у вас замерзли руки, это разобрать практически невозможно. Очень плохо садится утка вот в это гнездо. Сейчас они у меня, конечно, подточены, но вам придется заняться таким своего рода напилингом. Ну, и самый большой недостаток, что стандартная комплектация только очень короткая. Она просто нереально короткая. Она подходит для охоты только на совсем мелководных плесах, ну, и в поле. Чуть более глубокая вода, скажем, там, почти по пояс. Все. У вас утка будет на уровне воды находиться. То есть, а как вы можете посмотреть, в хвосте в самом низу у него находится зарядный порт и кнопка включения. Вот эти кнопки мы неоднократно меняли. Порты все подржавели. И, в общем-то, утки многократно падают. Почему? Потому что, если у вас хорошо, если твердое дно, вы можете воткнуть уверенно, а если там достаточно глубоко и дно илистое, вам придется втыкать эту палку очень глубоко, и она будет прямо на уровне воды. Это колоссальный минус. И я не видел нигде, вот, может быть, я, конечно, заблуждаюсь, напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы можно было докупить какие-то составные части, чтобы ее удлинить. Мне приходится постоянно использовать какие-то более длинные палки, которые с собой возить, купить их там для Руа Мерлен или где-нибудь на строительном рынке, что, в общем-то, раздражает. Что еще следует сказать об этих утках? Значит, ни о какой герметичности здесь речи нет. То есть, вот этот, так видит отсек, здесь находится 6-ти вольтовый аккумулятор. Утки могут быть как на таких аккумуляторах, так и на батарейках. Я рекомендую использовать аккумуляторы. Ну, прежде всего, они дольше работают и они себя очень хорошо ведут, ну, на морозах, в принципе. Они держат лучше. Не использовал, честно говоря, даже никогда на батарейках. Видел у ребят, у соседей, которые охотились с такими же махокрылными батарейками, вот они у них замерзли, батарейки сели. Ребята остались без махокрыла. Здесь также устанавливается блок дистанционного контроля. Причем, хочу вам сказать так. Вот приблизительно сейчас вот такие модели стоят в районе 6-7 тысяч рублей. Это будет базовая, собственно говоря, сама утка с аккумулятором или с батареями. Цена от этого будет как раз варьироваться стойкой. Потом вам придется докупать пульт дистанционного управления и блок, соответствующий к нему, как я уже показывал, который тоже будет стоить порядка 4,5 тысяч рублей. В некоторых случаях вам придется докупать сумку для того, чтобы как транспортировать. И, по большому счету, набегает довольно приличная сумма, в общем-то, за которую можно купить уже готовое заводское решение. Значит, несколько слов хочу сказать об удаленном контроле. У Moji вот такой поставляется путь с выдвигающейся антенкой. И здесь есть несколько вариантов работы. То есть, либо мы включаем утку на постоянное вращение. Она будет так вращаться постоянно. Либо вторая кнопочка. Там, по-моему, 8 режимов, которые вы переводите в режим таймера. Вот она сейчас постоит и заработает. То есть, утка будет включаться и выключаться через определенные проезжутки времени. Это очень хорошо и очень удобно. То есть, вообще, рекомендую всем иметь пульт дистанционного управления. Вот в отдельном ролике мы обсудим, почему это так важно и почему это вот прям вот стоит обращать внимание. С другой стороны, друзья, чтобы у вас не сложилось такое мнение, что у меня идет полный негатив в отношении Moji, хочу сказать, все те недостатки, которые я обрисовал, в принципе, они устраняются. То есть, вот если к этому крылушку приклеить кусок пенопласта, вы можете добиться его положительной положительности. То же самое можно сделать, запенив эту утку самостоятельно. По большому счету, замена кнопок не представляет какой-либо проблемы. Это все можно купить на любом строительном рынке. Аккумуляторы, в случае чего, если вы утопили, вот у меня вот эта конкретно утка, здесь двигатель работает, аккумулятор вышел из строя после утопления. Аккумулятор стоит там порядка 650-750 рублей. То есть, все это ремонтопригодное. И я думаю, что вполне возможно даже можно поменять двигатель или каким-то образом его перебрать. Но так или иначе, не все любят возиться с какими-то там доводками, доработками. И существуют довольно дорогие, но уже готовые решения, которые я сейчас вам хочу рассказать. И вот, друзья, совсем недавно я приобрел несколько чучел от компании Lockeduck, причем в самом топовом исполнении. Как я говорил, это называется модель HDI в виде селезней. Сейчас мы с вами сделаем быстрый анборк и посмотрим, какая комплектация и что предлагает компания Lockeduck, скажем, за 16 большим тысяч рублей. Хочу сказать, друзья, я приобретал эти мухокрылые в интернет-магазине Don Outdoor. Ссылочки, пожалуйста, в описании. В этой красивой коробке мы сразу с вами видим сумку, которая сразу идет в комплекте. Сумка вполне выглядит достойно. Здесь она довольно вместительная, то есть совершенно спокойно помещается в самококрыл. Два больших отделения справа и слева под крылья и стойки. На дне отделение под аккумуляторы. Сумка прикольная, но, чуть ли говоря, уже аналоги шьются и в России. Вот эта конкретно сумочку я покупал у Саши Грека. Она точно так же полностью скопирована и ничем не уступает, так же говоря, оригинал. Далее, друзья, что мы видим? Значит, идут стойки. О стойках отдельный разговор будет чуть попозже. Давайте мы посмотрим на само чучело. Немножко документации, инструкции о том, как пользоваться таким делом такого вида. и, собственно говоря, наша утка. В коробке еще есть два крыла, еще одна составляющая часть стойки и больше ничего. Пульт дистанционного управления. Давайте все-таки взглянем на сам мотокрой. Вот так он будет выглядеть. Это селезень. Абсолютно новый, как вы видите. Я его вообще не распечатывал. Вот так он выглядит. То есть, он, конечно, выглядит чуть более продвинутый, но и стоит он, соответственно, гораздо больше, чем Моджо. Но, вот что мне, кстати, не нравилось у Моджо, вот в модели Мбэби, селезни блестят. Это очень хорошо видно и настораживает птицу. Здесь, не знаю, может быть, тоже есть какой-то определенный блеск, но он ближе к натуральному. В лакедах используют мягкий пластик. И уже сразу видно, что здесь предприняты попытки загерметизировать все. То есть, валы закрыты заглушками. Здесь полностью отдельный отсек герметичный, где находится литий-ионный аккумулятор. По-моему, это, кстати, единственная модель, которая использует такие аккумуляторы. Не уверен, не буду сейчас на это наставить. Здесь же находится порт зарядки, который закрывается заглушкой. И две кнопки. Кнопки включения-включения и настройки пульта. Вот такая резиночка. То есть, нет здесь вот этих дурацких ларк никаких. Это резинка для крепления одностойки. Вот так оно говорит. Что еще у нас есть? Есть заглушка, о которой я еще попрорно скажу. И зарядное устройство. Все. Больше ничего нет. Одно из неоспоримых достоинств сразу, которое бросается в глаза, это стойка. Ну, во-первых, она собирается очень легко. Вот, смотрите. То есть, стойка, по-моему, метра два. Что очень хорошо. То есть, это вам дает определенную гибкость. Вы можете размещать ее в довольно глубокой воде. Ну, по крайней мере, ни в какое сравнение с моджевской стойкой она не идет. Другое огромное преимущество, которое я сразу вижу, так это посадочное место, где стойка соединяется с самим чучелом. Сделяется оно очень просто. Здесь вот такое отверстие. Туда вставляется этот штырек и таким образом вы крепите основное. Крепление надежно, плюс оно еще немножко поворачивается. Это неоспоримый плюс. То есть, это сделать в перчатках очень легко. Собирается, разбирается элементарно. Очень удобно. То есть, ну, точно ни в какое сравнение с системой крепления моджи не идет. Сами крылья. Давайте посмотрим, что они все представляют. Крылышки такие же, как и у моджи в плане магнитов. Они подмагниченные. Есть направляющие, которые вам позволяют зафиксировать. И посмотрите, видите, простое решение, но они уже его здесь делают. Здесь приклеена такая пенка, которая, ну, вроде, как обещают, обеспечивает положительную плавучесть этих крыльев. Давайте попробуем включить. Я надеюсь, там есть какой-то остаточный заряд. Да. Вот так выглядит чучело-локидак. Посмотрим, пульт будет с лету работать. Есть два варианта работы такого чучела. Это непрерывный режим работы, когда чучело будет постоянно вот так вращать, что мне немножко сразу бросает глаза и есть вибрация. То есть, у меня очень хорошо сбалансирован вал. Надо будет посмотреть, что с этим можно сделать. А также, на самом пульте есть режим таймера. Если вы переводите его в таймер, для этого надо его выключить, опять включить, то утка будет включаться и выключаться с определенной периодичностью. Сейчас мы дождемся. Довольно длительная сессия. Вот утка остановилась. Сейчас она достаточно какое-то время перезапуститься. Вот так. В любом моменте чучело можно выключить. Снова включить. Что очень радует, что на один пульт можно повесить несколько таких чучел. То есть, пульт программируемый. Для этого есть кнопочка сопряжения. То есть, используя один пульт, который будет висеть у вас на подвесе, вы можете управлять сразу несколькими махатерами. Это очень удобно и очень нужно. Давайте я вам покажу, как устроен отсек. То есть, внутри, я не могу вам показать, но так и есть, значит, в хвосте и в голове есть пена и чучело не тонет. То есть, в принципе, если оно у вас завалилось, оно останется сверху на воде и весь воздух не будет вытеснен. Я не рекомендую топить вот таким образом, чтобы она полностью была погружена в воду довольно долго, чтобы вышел весь воздух. Она наберется водой и, несмотря на то, что производитель заявляет о ее герметичности, она, скажем, влагозащищенная, но не герметичная. И вот эти все дополнительные прокладки повсюду, во всех отсеках, которые существуют, они также будут сыграть с вами определенную, скажем, злую шутку. То есть, сюда попадет вода и после этого вам придется все это разбирать и сушить, иначе это все дело у вас заржавеет и погибнет. Здесь установлен вот такой блочок, с которым работает пульт управления. Если вы не хотите использовать пульт управления, вы можете поставить заглушку и тогда он будет работать в непрерывном режиме у вас без каких-либо проблем. То есть, вероятно, это сделано для того, чтобы иметь различные комплектации на рынке. Повторю, здесь используется литий-полимерный аккумулятор. Не знаю, насколько его хватает, еще не использовал, друзья. В этом сезоне буду впервые использовать вот этих замечательных махакрыл. Давайте подведем определенный итог. Как я сказал, это чучело HDI. HDI означает, что оно водонепроницаемое. На самом деле, оно, скажем, влагозащищенное, а не водонепроницаемое. И для кого это будет полезно? В принципе, это будет полезно для всех. То есть, если у вас чучело, оно будет обязательно так или иначе когда-нибудь падать в воду. У вас меньше риск того, что оно будет из строя. Но наибольшее преимущество получат те люди, кто охотится на соленых водах. То есть, на моря, кто охотится на морских уток. Короче говоря, там, где вода гораздо более агрессивная, ее попадание в рабочий механизм очень быстро выводит из строя. Суть этого ролика звучала в том, друзья, не то, чтобы сказать, какой, скажем, нехороший моджо и насколько его превосходит лакедак. Я просто хотел обратить внимание людей, которые собираются покупать махокрылы. На что действительно стоит обратить внимание, какие недостатки вас могут присоединить в бюджетных моделях. Тем более, вам придется докупать определенные элементы. Что существуют на рынках уже готовые варианты. Но за них, извините, придется заплатить довольно большую сумму. Но еще есть третий вариант сделать это все самому, если вы в этом соображаете, у вас из правильного места растут руки. В одном из последующих роликов мы сделаем еще один обзор других махокрылых. Ко мне идет посылочка от компании «Моя Охота», в которой представлены различные варианты спиннеров, которые имеют, скажем так, китайское происхождение, продаются под брендом «Ласт Флайт», который продвигает на рынке компания «Моя Охота». Это еще, скажем, будет такой третий вариант. Скажем, американские чучела бюджетного уровня, топового уровня и совсем бюджетный вариант, который можно найти на рынке. Но, тем не менее, все они абсолютно рабочие и дальше вы вольны делать выборы в зависимости от своего кошетка, от своего желания. А на этом у меня на сегодня все. Пожалуйста, друзья, не забывайте подписаться на мой канал. Вы знаете, как это важно для меня. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.